Здарова народ, с вами Грув и давненько я обещал вам показать колоду Киблера, да, Киблера опять дека веселая, не знаю насколько эффективная, наверное больше веселая чем эффективная, но поиграть ей будет крайне интересно. Я сколько не играл на стримах этой колоды, всегда это вызывало матчи, прям бурный всплеск эмоций, как у зрителей, так и у меня. В общем, давайте попробуем, попробуем поиграть, как всегда охотники здесь есть, дека как всегда, ребят, можете видеть справа, копируйте если хотите, либо я кину код в описании и оттуда забирайте, если вдруг вам нравится. Если хотите поддержать мои видосики, то лукасы сделают свое дело, а если вдруг вы уже поставили лукас, то можете еще и подписаться на канал. Вот, дека, дека, давайте поговорим о колоде, колода, ну наверное можно назвать темпа, да, темпа контроль дека, есть тут парочка интересных комбинаций, давайте посмотрим, что тут блаждающий монстр, есть шанс на выживание, это клево. Я поставлю смыльного стража, чтобы он луком не добил моего огневичка. К сожалению, винрейт у меня не очень хороший на этой колоде, ну просто потому, что дека не очень хорошо себя чувствует против ОТК дек. Там снова секрет, может быть взрыв пак. Взрыв пак, не может быть, а точно я играю здесь грозовое облако. Хорошая тучка, играем тотем, сейчас возможно через ход будет оберег, надо будет этот оберег как-то убирать. Элемов надо как можно быстрее реализовать. Главное здесь кей комбинации, здесь есть всяческие возможности достать случайным образом себе элемчика 2-3 Престовского. И с этим элемом вы, в принципе, будете делать очень грязные вещи, по типу бесконечно изменчивой эволюции, только успевая как бы клацать по своим существам и получать с этого профит. Надеюсь, сегодня это все дело у меня получится. Давайте поставим паровую тучу, разменяемся, это змеем. Ну вот эту, конечно, лучше убить. Я думаю, даже пламенталя здесь закинем. Ну просто, чтобы было чем меняться на змей. Сейчас с большей вероятностью будет гиена. Но проблема в том, что убить он может только одного. Леок, скорее всего, будет размен на паровую тучу. Здесь я, в принципе, наверное, могу через дракона убить. 3 плюс дракон, красиво, один по всем. Пришла изменчивая эволюция неплохо. Да, я думаю, через дракошу. Ну, изменчивая эволюция я сейчас кидать не буду. Классненькая комбинация есть, это когда вы за один... Ну, у вас мало карт, у вас есть изменчивая эволюция и крагов. В один ход вы играете столько, сколько вы сможете сыграть изменчивая эволюция. На следующий ход кидаете краг, вы заполняете руку этими же эволюциями. Выглядит это вполне себе... Вполне себе занятно. Я думаю, там 4 дэмэджа со снайпа. Часто у меня такое мнение. Либо еще, как вариант, может быть ловушка для крыс. Поэтому будем играть с ловушки для крыс. Но эта колонна немножко не может играть против ловушки для крыс. Потому что внутри карты сыграть за один ход дека позволит себе, может, всегда. Дека есть на седьмой ход, стоп дека. Красиво, скажете вы? Да, отвечу я. Надо какого-то элемчика здесь нам. Гракон есть, но он бесполезный тут. Я думаю, мы играем так, чтобы достать элемчика вот этого. И играем тотем, чтобы не вызвать реализацию ловушку для крыс. Чтобы она не вскрылась, потому что это может нам оказаться не очень приятной картой. Хотя, например, подогреватель толпы может неплохо сыграть. Оберег. Обереги не играет. Не знаю, наверное, будет на чем-то жирном специализироваться. Надо калимас сыграть сейчас. Перегрузок тоже нет. Попробуем его тупо, наверное, зарашить. Пока он будет искать жирного зверя, способного разобраться с этим столом. Ну, у меня есть хекс, да? Блин, ну хекс. А что ты просто сделал зомбо-зверя плюс хп, да? Плюс 1.3, видимо, да? Жуткий крот и гидра. Надо убирать. Надо убирать. Да, я сорвал синергии на лемах. Ну, что теперь сделать? Да, там 100% ловушка для крыс уже. Все остальное проверил. Осталось только отыграть ловушка для крыс. Ну, шансы, на самом деле, победить здесь большие. Натиск, рывок. Господи, по течении жизни. Хилл, да? Поехал. Подогреватель толпы. Ну, давайте чекнем, что там. Фризинг трапа. Кстати, это здорово. Это здорово, что это фризинг трапа. Я, наконец, сыграю лема. Лема, который даст мне возможность сыграть Калинаса. Походу, я буду просто его давить, пытаться додавливать. Как это делал бы он сам. Здесь такие забавные фишечки иногда в этой колоде появляются, что прям на стриме, когда это все было, ребятам очень интересно было смотреть. Мне интересно было играть с этим. Но по эффективности не думаю, что колоды там занимают какие-то там лидирующие позиции. Ну, Калинаса в зачистку. Что он лишний раз не лечился. Рысь. Хотя, одно существо хилять. Ну, убирать. Ну, два существа, конечно, получше. Так хочется Зихи сыграть, да? Да, давайте Калинаса на зачистку тогда. Боксим с этим уроном по лицу. Не стоит того. Я лучше лишний раз ударю по лицу драконом. Больше урона нанесу. Минтиханты со своими... Со своими ДК. Так, а там ловушка для крыс 6-6, да, по-моему? Яд натиск. Ну, ты что там? Ты что? Блин, было бы чем убить... А, ну дракон есть. Можем сыграть... Три изменчивые эволюции. И добить драконом. Мы не готовы. Мне места, да, не будет? Ну, вообще будет. Я могу рыбачить весь день. Ловушка для крыс скрывается, и я драконом ее сразу убираю. Чтоб повадно не было. Ну, и вот такая реализация получилась. Изменчивая эволюция. Забавно? Ну, да, вполне. Вполне забавно и интересно. Многим может понравиться. Давай, Хантишка, у тебя есть еще возможность. Есть возможность победить. Я в тебя верю. Пытайся, борись. Слабая оказалась Хантишка. Не смог побороться. Ну, ладно. Давайте тогда еще одну партиечку, чтобы закрепить результат. А то что-то не получилось то, что я хотел показать вам. Хотелось бы, конечно, сыграть через Элема 2-3 Престовского. Это было бы красиво. Красивая партия, которая вам, скорее всего, бы понравилась. И вы бы за нее точно лайк поставили. Поэтому я постараюсь это все сделать сейчас. Получается, это довольно часто, к моему удивлению. Зато Ханты также довольно часто играют против меня. Просто в мете одни Ханты. Червя можно убрать, потому что драконов всего 7 в колоде. И не факт, что он мне придет на старт. К тому же, знахарка выглядит лучше. Погнали, огневичок. Огневичок. Пришел бы дракон, сыграли бы знахарку. Кстати, можно, наверное, в мулигане, ребят, если вдруг вам нравится оставлять дракона. Тоже как вариант. По стоимости, кстати, сколько эта колода стоит? Ну, здесь я вижу как минимум 4 леги, 2 эпика. Больше, наверное, эпиков есть. 3 эпика. Дракон пришел. Сила земли очень хорошо здесь смотрится. Лучше, чем призрачное видение. Хотя, если из призрачных видений найду сила земли, это выглядело лучше. Ну, ладно. Не будем рисковать. Может быть, взрыв пак. Еще один дракон пришел. Драконов нормально завозит. Дроваемся. Каменный часовой неплох. Неплохо. Давайте посмотрим, что там. Блуждающий монстр. Красивые размены. Надо ли ставить здесь элемчика вот этого. Нужна ли мне на следующий ход синергии на элемов? Наверное, нет. Я придержу ее. На будущее. Поскольку у нас есть доистальческий дракон, держать в руке кошмарное слияние большого смысла не имеет. Может быть, это фризинг трапа? Вот эта карта. Вот. Что там? Что-нибудь блуждающий монстр? Блин, убить не могу, к сожалению. Вот, да. Здесь бы было красиво. Сейчас красиво. Наверное, здесь я все уже играю. Я думаю, у нас будет элем под шестой ход. Я думаю, найдем элемов все-таки в колоде больше. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Шесть. Не так уж много, семь. Перепутал. Надо было вот это, наверное, не выставлять. И вот эту надо было придержать. Все-таки на шестой ход ее лучше было бы ставить. Все-таки следующий ход я себе освободил под Талвирыча. И это не имело большого значения для темпа. Поэтому лучше бы, лучше бы, если бы я не ставил элементаля. Сейчас я подумал. Хотя с огневичка может огневичок прийти, да? Еще что может? С грозовых облаков два элема, да, еще? В общем, элемов-то есть, но будут ли они, это достаточно серьезный вопрос. Тут сейчас больше меня интересует, будет ли у противника сыгран оберег на пятый ход. Потому что все идет, по-моему, к этому. Может там взрыв пак быть? Сейчас я, допустим, 1-2 вскрываю 2-1. 3-2 проверяю лицо. Вдруг там перенаправление. И урона хватит, и умру, если что, да? А, ну хотя, какое еще перенаправление? Он играл единичкой? Нет, кто помнит. Я не помню. Смотрим, там змеиная ловушка. Тут, конечно, играть очень не хочется. Но змеиная ловушка, конечно, я буду вскрывать. Потому что он может разбафать гиенку в свою 2-2, да. Обычно, когда играет змеиную ловушку, в колоде лежит обычно гиена. Так они и комбинируют. Очень легко получается. Особенно если ты сыграл змеиную ловушку, где-то ход на третью, ее вскрыли, змеи не убили. А у тебя в руке 2-2 лежит гиенки 2-2, которые бафаются за смерть зверей. То это получается прям лютая комба. Потому что убив одного, ну, убив всех зверей, а потом, не знаю, там, гиену одну, вторая, это бафница, ее будет уже убить крайне сложно. Поэтому лучше это не затягивать. В принципе, наверное, я в таком положении, что может быть и Мажородом Зихи сыграть в темп, чтобы не проиграть. В общем, мне кажется, эта дека неплохо играет против хантов. Если, конечно, ей везет. Два луза, два вина. Я смотрю, как я против хантов играл. Не, больше лузов, чем винов, к сожалению. Есть элем на шестой ход, и все окей, мне нравится. Будем ли мы сюда меняться? Того я сейчас ставить не буду. Хотелось бы вот этого поставить. Наверное, я меняться не буду. Все-таки он может сыграть какой-нибудь там оберег, опять же. Лучше я туда поменяюсь. Плюс, может быть, какая-нибудь там массовка, дракон, да, все это подчистит. В общем, лучше пока подождать. Лучше пока подождать. Здесь у меня хорошая семерка идет. Как это... С его очень ход. Семерка хороша, мне нравятся два элементоля. Вот эта мне нравится карта сама по себе, потому что ее эволвить можно. Это седьмой дроп 4-4, который хотелось бы заэволвить. Ну и к тому же, если Диавазавр будет биться в 2-3, он сам по себе сдохнет. Ну и готовимся, наверное, к восьмому ходу. Дракончика. Сам он элементалем является, так что окей. Но до этой штуки он не дойдет, я так думаю. Ну, честно, технически он может забить болт, не биться. Либо что-то другое подрать, типа метки там. Наверное, он биться не будет. Секретный план. Проблема в том, что через ход мне надо будет сыграть Мажордом Зихи. Маджо Мастер. Маджо Мастер, простите. Зихи, потому что он может сыграть ДК на 10-й ход. Может быть Фризинг Трапа. Нет, не Фризинг Трапа. Ну, неприятно, конечно, Дракон. Мои тоже дохнут. Ну, можно подсейвить, допустим... А, я не могу подсейвить, мне ман не хватит на зачистку. Не можем подсейвить. Я, например, могу сюда не биться, сам разменяется. Но там, может быть, как взрывная ловушка, так перенаправление. На существ я проверил. Взрывная ловушка, может быть, бить я не буду. Нефиг так рисковать. Смысла большого нет. А вдруг и Волф приведет? Во-первых, у меня есть Сила Земли, которая сможет его разбавить, если что. ДК. Вряд ли он будет играть Зулджин на 10-й ход. Потому что вот этот ДК лучше. Если он уже его сыграл, скорее всего, Зулджин будет либо в крайний случай, либо уже в конец, когда, типа, надо будет побеждать. Ну, не думаю, что в Зихе есть большой смысл прямо сейчас. Здесь Дрежеглот, оттуда массовка есть. Блин, Хантстоун этот поднадоел, как бы. О! Сияющий элементарий. Если смотрите это видео, значит, у меня все получилось, да? Осталось только найти одну карту. Ну, это не ловушка для крыс. У тебя зря я ее так проверял. Осталось только найти Изменчивую Эволюцию, ребят. Осталось Изменчивую Эволюцию найти. А как правило, если пришел с Ящли Венталь, то Изменчивая Эволюция придет последней. Это обычная штука. Поэтому много, много на стол выкидывать по-хорошему не советую. Но в любом случае, мне нужно было чем поменяться. Смотри, там еще Зомба-Зверь. Может, сейчас опять Змейная Ловушка будет. Ну, секрет, он может сыграть, кстати, сколько он карт взял. Не сможем посмотреть. Нет, к сожалению. Так что там либо Перенаправление, либо Взрыв Пак Хагата. Хагата. Хагата это интересно. Но. Опять же, у меня минус стол. Если в какой-то момент я получу... Получу себе в копилку Изменчивую Эволюцию, мне просто тупо эволвить будет нечего. Я думаю, стоит ли сейчас этим заниматься? Ну да, я понимаю, что удар-удар Хагата. Ну ладно, давайте пофиг. Вот этим я биться не буду тогда. Пускай как Доптушка стоит на столе. Здесь, значит, есть два по всем. Всем другим существам. Пять по всем есть, да, если что. С Дрожжеглота Хагата сыграет. И доисторический дракон. Это пять по всем. Это урон достаточно много. Тени жизни натиск. Ну-то партия чью будет долгой. Не, ну можно Дрожжа сыграть, конечно. Подогреватель толпы. Окей, давай. Я не знаю, как долго мне ждать его лук. Ой. Увэп-ка чуть сдвела. А, нормально. Бладласт. Я, наверное, не буду отдавать слизь, потому что, ну, скорее всего, лук, если будет, то он будет где-то сейчас. Может, даже с меткой. Набора в деке мало, поэтому, как бы, против Атик дек неплохо. Ну, разве что это не друид какой-нибудь. Семь. Ну, наверное, Фризинг Трап там все-таки уже есть. Галимас. Ну, не знаю, чем его добивать. Снайперский выстрел. Ну, что, посмотри, что за заклинание есть? Усиление тотемов. Ну, придется мне кинуть Маджомастер, Зихи. Вулкан. Вулкан-то хорошо. Биться пока не будем, потому что еще и на Фризинг Трапа не проверяли. Или перенаправление. А вот и лук. Как раз потратил слизничоныша, и сразу появился лук. Интересно. Это, конечно, интересно. 5, 6, 7, 8. Проверяем Фризинг Трапу. Печальная штука. Хиппи не так много. О, эволюция. Эволюция, это, конечно, хорошо. Но проблема в том, что мне ставить нечего на стол. Как я и говорил. Даже если мы получим изменьшую эволюцию, то толку с этого будет мало. Ну, я, например, могу покрутить одно существо. Красиво это будет? Ну, скорее всего, нет. Но покрутить-то могу. Так, ну, массовка есть. Если чего, этого мы всего не боимся. У меня есть вулкан. Тоже, в принципе, ничего. Еще 3, 6, 9, 12. Как раз вулкан это все дело умирает. Хекс пришел. Вулкан, наверное, я отдам. Все равно я не могу дружеглот сыграть. Дорого слишком. Больших жирных существ, наверное, мы не боимся. Мне нужен какой-то элемчик. Желательно. Миша. Мыша. И опять мы вернулись к этому секрету, который у нее давным-давно висел. Так, знахарка дракон есть. Буреусилитель, страшная вуду. Ну, буреусилитель хорош. Опять же, у меня заспама нет уже. Возьмем страшная вуду. Тут что у нас? Трясинник. Можно вернуть ее в руку. Ну, тогда что-то погорит. Давайте пока что так тогда. Эх. А, хотя надо было, наверное, играть, потому что это элем. Забыл я, что это элем. Ну, мне кажется, тут, на самом деле, шансов очень мало. Весь заспам я просрал раньше, чем мне пришла изменчивая эволюция. Основная комбинация просто в колоде сидела, и все. И ничего нельзя было с этим поделать. Так, не, стенка есть. Это хорошо. Сюда хекс. И что, фризинг? Фризинг трапа. Опять бафается лук. Это бесполезная карта. Ну, можно, например, отсюда... Наверное, сейчас будет зачистка неплохо смотреться. Хотя можно было ее прям сразу кинуть. 9 маны было. Но я все, что-то зациклился на элемах. Вау. Жестко. Ну, может быть, удар луком, да? 9 урона. Еще и киллкоманд, небось. Обходной удар. Очень-очень много урона. Плюс полечиться не получается. Вот это надо было раньше кидать. На тот ход надо было дрожжеглота играть. Так, я, скорее всего, проиграл. Лук плюс киллкоманд. Это смерть. Да, если какая-то зачистка... Три по всем меня здесь не спасает. Бабал. Ну, минус мана есть. А, стенки, стенки, да? Ну, хагат сейчас эти стенки уберет. Плюс армор. Ну, да, неплохо. Более-менее. Стенку, наверное, я оставлю. А элемчика я кину, чтобы... А, блин, у меня же мана теперь нет. Блин, попадос. Черт, попадос. А есть драконы какие-то? Драконов нету. Ну, вот элемчика можно вернуть. Базовые тотемы. Может быть, здесь надо покрутиться сейчас. Блин, офигеть просто. Вообще, жизненный натиск. Два по всем. Но оставляешь 6-1, да? Я думаю, крутиться надо. Нистовство ветра возьмем. Блин, там взрыв пак, да? Не могу бить в лицо. Блин, надо было посмотри, что тут. 8-8, да? Это 10-й дроп. Так, два урона сверх урон призывает. Блин. О, хилка. Хилка это хорошо. Я просто, наверное, место освобожу. А ну, мне, в принципе, это не нужно, да? Эта штука погорает и норм. Я не знаю, надо как-то вот эту штуку вскрыть. Я не знаю, как это сделать. И надо сейчас с элемом бы сыграть. Вот эту штуку надо вернуть обязательно. Что там, сало, скорее всего, да, будет? Не захочет, чтобы я лечился. У меня есть винфьюрич. Метка. Метка, вау. Хил мне отдал. Хорошо, хорошо, пошла. Хорошо, пошла, ребят. Все хорошо. У меня есть винфьюри. Еще раз можем покрутиться, да? Че, проверим? Взрыв пак. Грозовое облако, да? Ух ты, нихрена ж себе. Нихрена ж себе комба пошла. Крутимся. Нужны стенки, нужны хилы. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, блин. Проблема в том, что мне надо Иллидана убрать. Потому что он мне будет замедлять все это дело. Жонглер. У меня получилась комбинация. Мне нужны стенки. Стенка пойдет. Это не стенка. Лис. Лиза. Блин, не успеваю. Просто, просто времени не хватает. Просто не хватает времени. Ну, по-моему, это победа. Вау, у меня получилось то, что я хотел. У меня получилось. Еще один, смотри, если что есть. Если Крагу, кстати, придет, я могу себе вернуть еще изменчивую эволюцию и еще раз так сделать. Не, есть один ход, который оппонент может сделать. Который мне здесь неплохо так факапит. Я не знаю, с Бладласта был или летал. Надо вам посчитать, да? Я внес, получается, 8-16. Внес бы... 6 отсюда дополнительно урона. И 9. Да, это был летал, кстати, через Бладласт. Как раз там вот эти 9 урона. Дополнительных. Ну, здесь два раза с Винфьюри. Я еще, кстати, боялся, что там перенаправление. Потому что это... Если бы это полетело мне в лицо, я вздох. Ну, так более сейвово сыграл, грубо говоря, да? Все, по-моему, противник откис. Как бы договор у нас был, ребята. Если у меня получится комбинация с вас лукс. Но она у меня получилась. Это круто. Это круто. Ну, давай, Хан. Что-то там. Хан, скорее всего, играл с телефона. Закрыл его. Кинул под поезд. И все. Ну, такое, конечно, не обыграть, да? Повезло, что у меня было что-то. И Лидан вообще красиво зашел. Лидан просто красавчик. Проблема в том, что когда ты вот это все начинаешь делать, противники просто уходят. Мне так бесит эта кроссплатформенность. Потому что... Типа там у них реконект есть. А ребята с телефонов никогда не сдаются. Они просто... Выходят. Они просто нажимают кнопку выхода. Выхода из игры. По какому следу пойти? Ну, чё. А, хотя еще там у нее анимация же, да, идет? У нее еще анимация идет. Но она, типа, долгая. Поэтому так долго время дается. Просто раньше была тема с Наздорму. Можно было играть так, чтобы противник не успел походить. Если вдруг помните. Штук. Ну, все, да. Ну, просто мог бы сдаться. Чё ждал? Ну, и Крагба пришел. Здорово. Все. Жи-жи выпьем. Вот такая, ребят, колонна. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Рассказывайте обязательно друзьям. Брай, это замечательный канал. Буду уже видеть вас рад в новых видеостримах. До новых встреч, ребят. С вами был Групп. Пока. Всем побед. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok